Визилотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Насколько у Запада трепетное отношение к оружию массового поражения. Насколько там, к ядерному оружию, негативное отношение. Запад очень много сил, ресурсов, денег и времени тратит на то, чтобы не допустить его распространения, чтобы ограничить его распространение. Вот уже 30 лет как в мире действует запрет на испытание этого оружия. Ну и все возможное Запад делает, чтобы Иран, Северная Корея не могли бы себе его получить или создать. И тут вдруг что? В случае с Украиной это как-то иначе Запад должен был бы поступить? Мол, а, ну да, конечно, раз господин Зеленский просит. А, кстати, это кто такой? Уточнили бы на Западе в начале 22-го года. Вот, ну окей, раз вы просите, то вот вам ядерная бомба. Ну согласитесь, это же чушь полнейшая. Но эту чушь озвучивает сегодня Путин на голубом глазу. Вот, не знаю, ну постыдился бы даже такой вслух говорить. Реально. Чушь. Идем дальше. Путин возмущается, что на военную поддержку Украины Запад потратил втрое больше денег, чем дал бедным. Цель Запада – безграничная власть. Он уже потратил более 150 миллиардов долларов на пособничество и вооружение киевского режима. Для сравнения, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, на помощь беднейшим государствам мира страны-семерки выделили за 2020-2021 годы порядка 60 миллиардов долларов. Как так, возмущается Путин? Ну как так? А все очень просто. Запад потратил 150 миллиардов, чтобы на карте мира не появилась еще одна, но уже огромная беднейшая страна. А ведь именно такой бы и стала Украина, приди туда русский мир Путина. Ну тут, знаете, и гадать не о чем. Так бы и произошло. Но ведь так уже происходило. Достаточно посмотреть, во что превратились те грузинские регионы – Абхазия, Осетия, куда пришел русский мир в 2008 году. Некогда процветающие курортные регионы превратились в нищие заброшенные анклавы. Таким нищим анклавом является и Молдовское Приднестровье, много лет уже контролируемая Россией. Так что там за эти 30 лет Москва создала оазис в пустыне? Нет. Беднейший на фоне соседей регион – нищее население. Ну а Донецк или Луганск? Они что, за 8 лет под контролем России стали витринами русского мира? Снова нет. Снова нищее население, которое не живет, а выживает. И вот это все то же самое Путин хотел сделать и сделал бы с Украиной, если бы его русский мир сюда к нам смог зайти и закрепиться. И мы видим, что так уже происходило в Херсоне, когда он был под российским контролем. Мы видим, что так происходит в Мариуполе, Мелитополе, когда некогда процветающие там предприятия просто на металл режутся и в Россию вывозятся. Как некогда процветающие регионы превращаются теперь в нищие анклавы. Вот, чтобы такое предотвратить, чтобы этого не произошло в Украине и дает запад нам деньги и оружие, чтобы потом не пришлось помогать бедным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова